Знаю, знаю, и не говорите. Зря я пошёл по кабакам и нарывался на драку. Знаю. Но видели бы вы того парня? Нет, мне не дали в глаз. Это ядовитый плющ. У меня так четыре раза в год. Этой ночью мне приснился сон. Мне снилось... Ого, в этом году обошлось без аллергии на ядовитый плющ. Просыпаюсь, и вот. Жесть. Мне же видео снимать. Я их каждый день снимаю. Но я решил, что всё равно, сниму видео и немного расскажу о том, что случилось со мной, когда я годами принимал пригнизон. И ещё расскажу о кортизоле и о том, как он связан со стрессом. И могут ли быть побочные эффекты от пригнизона из-за хронического стресса. Давайте поговорим об этом. Это мерзко. Может, мне надо держать голову вот так? Это немного... Нет, не могу даже смотреть на это. Надену очки. Не хочу, чтобы вы это видели. Это отвратительно. А вот так лучше. Итак, давайте поговорим о пригнизоне и кортизоле. Но сначала пару слов о том, что случилось со мной. Когда мне было за 20, я работал в саду, и у меня был контакт с ядовитым плющом. Реакция была очень сильной. Я пошёл к врачу, получил пригнизон, всё прошло. Через год всё повторилось, и это продолжалось лет 10 подряд. Но однажды реакция кожи на ядовитый плющ не исчезла. Я больше не мог принимать пригнизон. Я знаю, что из-за пригнизона у меня много проблем с телом, и я о них расскажу. Но это довольно страшно, когда у вас какая-то сильная воспалительная реакция на кожу или другие реакции, и вам нужно что-то, чтобы их устранить, а пригнизон не помогает. Что вам делать? К сожалению, я не знаю, как ядовитый плющ добирается до меня. Мне даже не надо касаться ядовитого плюща, достаточно оказаться рядом, возможно, в паре метров от него, и у меня вдруг возникают реакции. Думаю, дело в нервной системе. Ведь похожий зуд от ядовитого плюща появляется в определённых местах. На лице он бывает редко, но в этот раз реакция затронула глаз. И это просто ужасно. Ведь теперь придётся ждать недели две, пока это не пройдёт. Зачем принимать пригнизон? В основном, чтобы уменьшить воспаление или чтобы подавить иммунную систему. Пригнизон назначают при аутоиммунных заболеваниях, артрите, травмах. С помощью в том числе пригнизона подавляют иммунитет даже при пересадке органов, ведь иммунная система начинает атаковать пересаженный орган. Проблема с пригнизоном в том, что он не безобиден, он вызывает побочные эффекты. От больших доз, миллиграмм 80, лицо станет лунообразным. Но я думаю, что у многих людей этот симптом субклинический, хотя они даже не принимают притнизон. Просто из-за высокого уровня кортизола лицо становится округлым, лунообразным. У меня так было, когда я ел много углеводов. Есть тесная связь между так называемым синдромом Кушинга, это высокий уровень кортизола, и диабетом второго типа, метаболическим синдромом, синдромом поликистозных яичников и так далее. Мы ещё многого не знаем, но поймите, притнизон — это синтетический кортизол, а кортизол — это гормон надпочечников, который помогает иммунной системе. У него много функций. Он готовит тело к стрессу. Чтобы вы лучше поняли это, я покажу вам кое-что из этого медицинского атласа. Вот отсюда. Медуг под названием синдром Кушинга, который характеризуется высоким уровнем кортизола. При этом жир перераспределяется на лицо, на живот и поверх плеч. Над ними появляется что-то вроде горба, там появляется жировая подушка. Тело в буквальном смысле берёт белок из определённых мест и превращает его в сахар, а потом в жир. Берёт белок из бёдер, из ягодиц, исчезают ягодицы, мышцы на ногах и откладывает жир на животе. И возникает много проблем. Розовые угри, сосудистые сеточки, остеопороз, потеря калия, кальция, магния. Человек лишается витамина D, или же его действия блокируются, что любопытно. Аллергии, астма, подавление иммунитета, что повышает уязвимость для вирусов, изжога, а также диабет, ведь тело превращает собственный белок в сахар в большом количестве, и может возникнуть диабет. Это был синдром Кушинга. Но я думаю, что у людей есть этот синдром на бессимптомном уровне, ведь это не появляется в одночасье. Высокий уровень кортизола делает своё дело постепенно, медленно, это требует времени. Какие-то из этих симптомов могут быть из-за стресса. Что касается причины синдрома Кушинга, говорят о генетике, об опухоли надпочечников или об опухоли гипофиза. Кстати, при опухоли гипофиза есть ещё и гиперпигментация. Кожа становится темнее. Синдром Кушинга бывает и у животных. У них бывают опухоли, которые создают эти проблемы. Но дело вот в чём. Пригнизон тоже может привести к синдрому Кушинга и всем этим последствиям. То есть пригнизон не безобиден. В 10 раз выше риск повышенного сахара в крови, диабета, проблемы с сердцем, аритмия, ощущение сердцебиения, даже инсульты, психоз, всевозможные психические побочные эффекты. Обычно при нескольких дозах человек крайне раздражителен, а при высоких дозах, возможно, депрессия. Сильная тяга к сладкому и солёному, а тело удерживает жидкость, что, кстати, вполне логично. Вы должны понимать, что если вы стимулируете надпочечники, это затрагивает не только кортизол. Надпочечники вырабатывают и другие гормоны, которые тоже управляют балансом жидкости. И осознайте, что кортизол — это глюкокортикоид. То есть, по сути, кортизол может сильно влиять на уровень глюкозы. Он заставляет тело работать на глюкозе. Он нарушает метаболизм глюкозы. И вы уже не можете как следует метаболизировать глюкозу, сахар. Вот почему стресс — верный путь к инсулинорезистентности. А она — побочный эффект прегнизона наряду с диабетом. Любопытно, многие эффекты сахара похожи на последствия стресса. То есть, даже если исключить сахар, но не устранить стресс, тело продолжит вести себя так, будто вы едите сахар. Вот что надо знать о прегнизоне. Его приём нельзя прекращать резко. Снижайте дозу постепенно, под контролем врача. Иначе побочных эффектов может быть больше. Ведь когда вы принимаете прегнизон, тело начинает зависеть от него и перестаёт вырабатывать кортизол. При резком отказе от него надпочечники его не заменят. Представьте, что начнётся. Не у всех надпочечники включаются сразу. Иногда люди перестают принимать прегнизон, и симптомы тут же возвращаются. С прегнизоном мы попадаем в порочный круг. Ну ладно, он избавляет вас от воспаления и симптомов. Но когда вы перестали его принимать, что помешает им вернуться? Нельзя принимать прегнизон вечно. Чем дольше мы его принимаем, тем слабее становимся. Но если его не принимать, симптомы возвращаются, так что это проблема. И осознайте, что прегнизон лишает вас многих нутриентов. Кальция, магния, калия, цинка, витаминов группы В, витамина С, хрома. Есть один отличный фармацевт. У неё есть канал о прегнизоне. Я дам ссылку внизу, там есть отличная информация. Суть в том, что прегнизон и кортизол лишают нас нутриентов. Так что, принимая прегнизон, надо принимать и эти нутриенты, особенно после прекращения его приёма. Тогда осложнений будет меньше, я надеюсь. Итак, принимаете ли вы прегнизон, или у вас хронический стресс, обсудим, как понизить кортизол. Первое — надо любым способом снизить стресс, чем бы он ни был вызван. Вызван ли он людьми, вызван ли он плохими новостями, которые вы смотрите. Надо что-то сделать со всем, что вызывает стресс. Можно сделать ещё кое-что. И я снял пару видео на эту тему. Часто при хроническом нервном стрессе, а для тела физический и нервный стресс одно и то же, так что бегство тигра может быть равносильно хроническому стрессу. Я думаю, вот хорошие способы противостоять этому. Физический труд, тренировки, конечно, долгие прогулки, особенно на природе. Есть отличные данные о занятиях хобби, таких как разные виды искусства, даже музыка. Они крайне полезны для снижения кортизола и стресса, ведь это переключает внимание с того, что беспокоит. А беспокойство — худший вид стресса, ведь вы не решаете никаких проблем, а лишь думаете о них. Вы бередите душу проблемами. Итак, чем лучше вы переключите внимание и сосредоточитесь на чём-то другом, тем лучше. Что касается нутриентов, нужны магний, калий, витамин В1 и витамин Д. Чуть не забыл о нём. И я забыл сказать, что один из побочных эффектов преднизона — утрата когнитивных функций, памяти, внимания, ясности сознания. Ещё одно отличное средство для снижения уровня кортизола — это ашваганда. Есть и другие адаптогены, но ашваганда очень хороша. А ещё можно фокусироваться на дыхании. С помощью дыхания можно расслабиться, успокоиться, можно снизить кортизол, замедляя дыхание. У меня есть об этом видео. Если замедлить дыхание до 6 циклов в минуту — 5 секунд вдох, 5 секунд выдох — и контролировать дыхание, можно преодолеть приступ паники, улучшить сон, снизить кортизол. И скоро мы выпустим одну отличную вещь. Возможно, она у нас уже есть. Проверьте в описании. Это вот такое устройство. Оно измеряет не уровень кислорода, а пульс. Из пульса можно извлечь кое-какие данные. Вариабельность сердечного ритма. Она позволяет измерить цикл стресса и восстановления для оценки вашего состояния. Нельзя улучшить что-то, не измеряя это. А это отличный объективный способ заглянуть в ваше тело и оценить ваше состояние в плане стресса, восстановления, адаптации к стрессу. Это отличная технология. Я дам внизу ссылку, когда буду готов выпустить это устройство. Но если вам нужен список всех 25 способов снижения кортизола, внизу будет ссылка. Можете перейти и загрузить бесплатный документ и применить эти знания, чтобы снизить стресс.